Уголовное дело пока еще не возбудили, но судя по всему к этому все идет. Потому что в последнее время, начиная с 10 октября, сотрудники финансовой полиции очень активизировались. Меня дважды вызывали в финансовую полицию города Алматы. А последние вот несколько дней вызывали в департамент финансовой полиции моих бывших коллег по партии Алга. И Жарал Касынову в Таразе, Исельбаева в Семипалатинске, Икакимову в Ускаменигорске, Колова и Березуцкого в Кустаная. Сегодня вызывали Виктора Новикова, финансовую полицию города Кушетал. И, судя по всему, вопросник составлен здесь, в Алмате. И мероприятие это называется доследственным мероприятием. Вполне возможно, на основании всех этих опросов будет возбуждено уголовное дело. Ну, это не первый случай, когда на нас давили, были случаи и до этого. Поэтому, конечно, будем работать по возможности, будем стараться работать в рамках закона, как всегда мы это делали. Но, чтобы не делала власть руками Комитета национальной безопасности, руками финансовой полиции, деятельность мы не прекратим. Будем работать дальше. Мы не равнодушны к судьбе Александра Павлова, который в настоящее время находится в Испании под арестом и решается вопрос об его экстрадиции. В сентябре, в октябре месяце мы организовывали акции против экстрадиции. Неоднократно писали письма. Ходили в посольство Испании в Астане. Кроме того, мы принимаем участие в судьбе Владимира Козлова. Сейчас ОСР стоит вопрос о его переводе из Петропавловска в Алматинскую область. По закону он имеет на это право, но власть на это не идет. Мы проводили мероприятие и возле головного офиса КУИС в Астане, и возле здания Министерства внутренних дел. Естественно, мы помним и о Мухтаре Аблязовой, который в настоящее время находится под арестом во Франции и выступаем против его экстрадиции в Украину, так как считаем, что в Украине его справедливый суд не ожидает, что суд в Украине будет проходить по диктовку аккорды. Так сложно, как сейчас, наверное, было, наверное, только тогда, в 2002 году. Газеты позакрывали, фактически всего 2-3 газеты остались независимые. Я имею в виду ДАТ и Асанди Таймс, которые выходят с сравнительно небольшим тиражом. Ситуация с партиями тоже очень сложная. Алга закрыта. АЗАТ фактически не существует. Лидер АЗАТа ушел от активной политической деятельности, я имею в виду, Булата Билова. Компартия тоже находится в сложном положении. В общем, ситуация очень непростая. Мы ждем, что должны быть какие-то перемены. Вполне возможно, все эти жесткие меры, которые предпринимаются и против независимой прессы, и против независимых политиков, и против оппозиционных партий, связаны именно с тем, что осенью этого года, возможно, в начале следующего года, будут крайне серьезные какие-то изменения. Вполне возможно, все это к этому идет. КОНЕР Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует.